всем привет с вами я владимир козрачук вы находитесь на канале old dutchman и сегодня мы с вами продолжаем видео обзоры неадекватных комментариев на моем youtube канале решился я взяться за эту тему потому что ну без идиотов жить скучно потому что они все-таки иногда приносят как вот специи такую вот нотку что ли юмора нотку сожаления в нашу жизнь дают нам понять что не только нормальные люди вокруг нас существуют но есть еще неадекватные есть психопаты есть какие-то психологическими травмами полученными в процессе не знаю каких-то или тренировок или каких-то обидок в школе или еще где-нибудь в общем такие люди пытаются выразить себя где-нибудь в интернете на просторах того же самого ютуба одноклассников как его контакты там как она называется на разные есть сети не мне вам это говорить но такие комментарии и у меня на канале имеют место быть сначала я просто-напросто игнорировал какие комментарии многих людей отправлял в бан потому что мне такие придурки на канале не нужны но недавно я абсолютно всех из этой бани освободил хватит помылись можете гулять дальше можете опять нести свою лабуду посмотрим кто из них вернется ко мне на канал и начнет опять нести всякую чушь что я хотел сказать сейчас в начале давайте мы ребята с вами вот поговорим перед тем как мы начнем обсуждать различные комментарии из серии ржу не могу про учреждение виртуального приза или кубка для самого неадекватного идиотского комментария если мы с вами сойдемся на каком-то там кубке или на какой-то там фигурки или еще на чем-нибудь то это мы будем под каждым таким вот комментариям который будет поставлен у меня на канале выдавать официально этот приз плюс будем записывать видео такому-то такому-то автору комментария пользователю такому-то за его неадекватные или идиотский комментарий вручен приз самого на не знают придумаем как-нибудь название этого приза его форму а сейчас в общем задачу я вам задал теперь давайте веселиться раньше когда-то была передача в субботу вечером и в этой передаче были интересные веселые смешные номера песни всякие там юмористские и так далее и я свои вот эти вот видео обзоры вот этих комментариев буду наверное тоже размещать в субботу вечером потому что в пятницу многие из вас бегут на корпоративы заливают глотку водкой почему потому что тут у меня есть несколько таких комментариев их вам потом прочитаю ну а в субботу вы уже более-менее нормальные веселые добродушные вам хочется посмотреть что-нибудь легкое отвлекающие повседневного стресса в интернете и поэтому все выпуски которые я буду снимать для этого видео листа неадекватных психопатов комментирующих мои видео на канале все эти выпуски будут выходить по субботам вечером и так приступаем под одним из моих видео выпусков с показом техники самообороны один пользователь написал вот можете посмотреть его комментарии первое слово я произносить не буду потому что мне могут роботы ютуберские долбануть почему так смешно но я ему ответил в его же манере далее он начал писать какую-то лобуду я ему опять ответил но уже более жестко ответил и после того когда ему ответил жестко он заткнулся но почему ему так смешно наверное он или психотропных каких-то наглотался или не знаю этого сонного газа хапнул зубного врача потом начал ходить и у него начался гогот ненормальный почему ему смешно почему тебе так смешно чувак я я не знаю я не знаю другим людям на это не смешно другие люди просто приходят и что-то познают что-то берут для себя умное интересное из того что я показываю но бывают такие вот да вот комментаторы тоже не только как вот в первом выпуске я показал мой вот сейчас один товарищ сказал следующее опять же под одним из видео с показом техники венчун на старости детям на старости лет с ума сошел пойди лучше выпей бутылку пива это человек который все приравнивает под себя то есть если он привык курить постоянно то он мог бы сказать и не лучше выкури сигарету если он привык постоянно бухать квасить это пиво то он естественно писал и и выпей бутылку пива ну дружище то что нравится тебе не значит что это должно автоматически нравиться абсолютно всем в интернете ну и вокруг тебя конечно тоже я же не говорю тебе в каждом своем видео когда я пью кофе и говорю не говорю я тебе что кому не нравится идите выпейте чашку крепкого костриканского или бразильского кофе я же не говорю этого у каждого свои предпочтения у каждого свои интересы поэтому уговаривать меня пойти выпить бутылку пива гиблый номер я к пиву отношусь абсолютно параллельно абсолютно параллельно если я выпиваю бутылку пива то между первой бутылкой и второй проходит где-то месяцев 7-8 чтобы вы знали так для развития собственного кругозора ну до старости мне еще пахать и пахать так как я занимаюсь фиг знает сколько лет физкультурой офп восточными единоборствами поэтому я не считаю себя старым а вот как насчет тебя дружище тут уже смотри сам следующие опять же из той же категории людей которые предлагают пойти хлебнуть пиво посмотрев технику самообороны один товарищ написал здесь не за пивнушкой драться то пойдет то есть в том районе скорее всего где он проживает пивнушки вот раньше назывались нон-стоп и блин там круглые сутки было открыто там алкашнях собиралась бомжи собирались не там бухали там же в туалет ходили рядышком с этими пивнушками за уголком там все что хочет творили и скорее всего этот человек живет в том районе где рядом находится пивнушка и он видит постоянно этих алкоголиков этих тунеядцев этих извращенцев которые там постоянно квасят бухают дерутся друг другу морды набивают и вот он исходя из этого наверное подумал что такой техникой хорошо будет успокоить какого-нибудь алкоголика около пивнушки да ради бога братан если тебе эта техника подходит изучай потом пойдешь к этой пивнушки и втащишь кому-то втащишь тут есть такое тоже кому-нибудь втащишь и житель халкашей а если они спросят чувак откуда ты это знаешь можешь сказать есть такой вот видеоканал на ютубе называется old dutchman автор этого канала владимир казарчук желает вам всем здоровья желает чтобы поменьше бухали и занимались своим физическим развитием от того канала я набрался этой техники и решил вам всем втащить получится молодец не получится тренируйся дальше идем к следующему комментарию комментатор посмотрев технику показа вот этих вот различных приемов хвата ножа с переходом из нижнего уровня в верхний уровень с блоками ножевыми когда я еще написал в описании этого видео не филиппинский ножевой бой чтобы поклонники филиппинки вдруг не начали кидаться у меня своими финками кинжалами мачете и так далее человек после того когда посмотрел вот эти вот мои движения была коротышка потом был полный видеообзор тех приемов которые показал он написал следующее дедушка если вы будете так держать нож любым ударом по руке его выбьют а потом вставят вам я вот просто не знаю кому он обращался когда писал комментарий может просто проходил какой-то родственники его рядышком и вот он что-то вякнул сказал или поддержал меня этот хотел ответить ему а получился фантастическим стал мне ну я я так полагаю что все-таки комментарий был обращен не ко мне а к его родственнику потому что я не дедушка пока еще не дедушка и не знаю когда я стану дедушкой то что по поводу как вы держать будете нож там было показано вот такое вот положение ножа в руке то есть безымянный и мизинец зажаты полностью средний палец и указательный держат нож вот так и когда мы делаем переход из нижней области верхнюю мы переворачиваем нож и он оказывается у нас зажатым уже мизинцем и безымянным верхней части атакующего поля и опять же вот такие вот переходы вот такие вот были переходами и наверное человеку не понравилось то что как я держал нож и он видно решил так вот высказаться но когда создается неожиданная ситуация на улице даже такое положение ножа в руке когда вы его так вот прижмете здесь рукояткой и будете держать вот так вот если вы воткнете кого-то или просто пырнете тоже сработает на все сто процентов ну а вставят или не вставят в любой драке любые люди когда они принимают участие в этих потасовках в этих драках они не выходят оттуда идеально кристально чистыми один или два удара все равно кто-то из них получает даже пусть даже несмотря на то что он вышел победителем из этой драки он все равно получает один или два удара тоже пропускает это нормально это жизнь это природа ну ладненько идем далее опять же когда я показывал несколько ударов руками и удар локтем один пользователь интернет посмотрев это видео это была коротышка признался вот так вот вот что мне в людях нравится когда они вот откровенно откровенно говорят о своих проблемах о своих наболевших вот этих вот темах сейчас секунду кофе был хороший но его было мало так вот что мне нравится в этих людях они смелые они умеют открыто заявить о своих проблемах человек оставил следующий комментарий я обычно после второй бутылки водки так перед зеркалом выпендриваюсь то есть судя по этому комментарий у человека комплекс неполноценности он жутко стеснительный и немножечко становится храм помните как был фильм 100 грамм для храбрости и чтобы немножечко снять с себя вот эту вот скованность забить свой комплекс неполноценности куда-то там подальше человек выпивает алкоголь и причем не одну бутылку водки он выпивает вот как вот смотрите в комментарии он выпивает две бутылки водки и только тогда только тогда в нем просыпается состояние человека готова попробовать какую-то технику ударную или какие-нибудь блоки нет я рад конечно что он готов попробовать что он на пытается допустим повторить то что делаю я но меня разочаровывает то что он столько алкоголя пьет дружище обращаясь к тебе вот как автору этого комментария который там сал я обычно после второй бутылки водки так перед зеркалом выпендриваюсь дружище прекращай пить потому что медвотрезвителем это не кончится ты кончишь под забором если будешь продолжать так пить дальше мой тебе совет прекращай бухать ну вот на такой вот нотке конечно разочарование что люди пьют иногда в моменты просветления когда они бросают бухать выходят из запоя они думают елки палки ведь жизнь вокруг то идет хорошо все классно все обалденно но я такой алкан и люди наверное все таки надеются на помощь извне они хотят чтобы им помогли чтобы хоть как то на них обратили внимание потому что если им стыдно секундочку если им стыдно обратиться за профессиональной помощью психиатром психологом к наркологам особенно к наркологам те люди которые постоянно бухают как ненормальные по две по три бутылки водки в день это с ума сойти если этим людям стыдно как то обратиться за профессиональной помощью то они конечно приходят допустим ко мне на канал на разные каналы не только ко мне но вот я делаю такие выводы по их следам у меня на канале и что обидно что обидно что обидно в основной своей массе ко мне приходят люди из москвы на канал из красноярска из санкт-петербурга и почему-то со свердловской области из екатеринбурга вот там екатеринбург и свердловской области там целая куча деревень с хорошим интернетом кстати там даже есть у них vpn где они могут влепить себе что они живут допустим в англии или во франции и из вот этой вот своей свердловской области каркать на других людей типа блин все неадекваты они одни правильные и люди приходят ко мне на канал высказывая выплескивая свои вот эти вот проблемы на всеобщее обозрение я как могу так и как могу так и помогаем я стараюсь им помочь но не до всех конечно это доходит потому что когда обращаются к тебе за помощью говорят вот я например вот опять же возвращаясь к этому комментарию с двумя бутылками водки честно сказать я испытываю серьезную ответственность за таких людей которые стеснительные настолько что для того чтобы начать просто заниматься у себя дома не где-нибудь в спортзале на улице там на спортплощадке а именно только у себя дома стоя перед зеркалом они даже боятся увидеть самих себя в зеркало они настолько стеснительные настолько закомплексованы что они пьют одну-две бутылки водки это действительно серьезная проблема со здоровьем и нужно ребята вот я вам говорю как профессионал я вам говорю как человек занимающийся спортивной медициной знающий темы в физиотерапии очень хорошо знающий физиологии человека я вам говорю это открыто обращайтесь по месту жительства к вашим психиатрам потому что если вы будете постоянно вот так вот себя давить депрессухой заниматься бухать постоянно по черному алкоголь вы сами себя угробите честное слово ну я как могу так и помогаю в общем ждем новых комментариев у нас на канале под моими видео я буду я еще просмотрю может быть старые видео может где-то там тоже есть интересные комментарии я их обязательно рассмотрю но их обязательно с вами вот так вот в субботу вечером сидя кто с чашечкой кофе кто с бокальчиком коньяка мы обсудим эти комментарии может быть может быть сделаем какие-то соответствующие выводы из этого но пожалуйста не забывайте давайте свои предложения прямо под этим видео по поводу кубка или приза для вот таких вот неадекватов как этот кубок должен называться как он должен выглядеть давайте свои варианты а мы потом уже рассмотрим и лучший вариант который наберет больше голосов мы еще во вкладке сообщества это сделаем тот приз мы и учредим у нас на канале за самый неадекватный комментарий самому закомплексованному мастеру диванных поеданий вот этих вот бутербродов и в общем диванным экспертом самому закомплексованному диванному эксперту от канала олдачман с вами был я владимир казарчук автор этого канала не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить свой лайк любой комментарий будь он адекватный или нет рассмотрим все ваши предложения оставайтесь с нами у нас всегда есть что-то интересное и позитивное и полезное всем удачи пока